Сегодня у меня в гостях легендарная поп-панк-рэп-рок группа Хай-Фай! Про различные инсинуации, когда кто-то кому-то нравится, кто-то хочет с кем-то общаться, я объясню, что вы общались, потому что вы поболее на единстве. Вы какой-то хитрый. Я не хитрый, я честный. Ну тогда и Тимофей тоже прятает, прятает хитрый. Давай, вы спрячьтесь. Нормально. Борь, бабочки. Разговоришь, ты больше, чем друзья. Убеглись, Танька. Они озорники, наверное, страшные, да? Страшные. И болтоны. А чем болтоны? Слушай, а как ты... Не говори, как вы словами не дадут сказать. А как ты с ними вообще на гастроли ездишь? Они, наверное, там устраивают АТАС. Вот что-то показывает. Я молчу, но мне нравится, поэтому молчу. Как вообще живется женщина в коллективе? А женщина в коллективе уже не женщина. Ты что, ждать? Сюда, ты ждать. Из меню в каком-то клубе в городе Ульяновске. Ну, ты много, родины. Ужас. Меню было составлено на такой юмористический манер, чтобы как-то порадовать клиента. Но там были два совершенно, по моему взгляду, не аппетитных ляпок, когда рыбный суп с овощами был назван запах женщины. Понимаешь, да? Образили гарниры, фасоль с томатным соусом. Представляешь, да, как это все выглядит, да? Была названа девичьей слабостью. Ой, мамочки. Учтите, за последствия я не ручаюсь. А я в каком-то меню, знаете, о чем встречала? Ну? Я встречала пыщие яйца там в чем-то запеченные. С луком, приправлю. Да, запеченные штуки он назывался там «Радость танцора». И еще какой-то, а, холодец, холодец какой-то. Как же он назывался-то, блин, я не помню. Ну, какой-нибудь студень, да, наверное? Ну, студень, но он как-то назывался... Как-то смешно, да? Да, дрожалочка какая-то, что-то... А, вот как он назывался. Толстая женщина в зимнем лесу. Представляете? Послушай, а еще был забавный случай. Это было в городе Лазаревское, на побережье. На Черном море, я знаю. Отличный, кстати говоря, курорт. Да, вообще прекрасный. И у нас там, в общем, маншлаги. Да, да, и в гримерке, какого-то зала, концертного зала, там была парикмахерская. Почему так было, да, парикмахерская? Парикмахерская, да. В гримерке? Нет, дело в том, что как бы гримерка распозналась в парикмахерской. Прям внутри. Ну, знаешь, там просто арендовали парикмахеры, и там есть вот искурант цен с названием услуг. И вот там стрижка, там 25 рублей. Там заведка на бегуте 38 рублей. Да, мытье головки 5 рублей. Вот так даже было написано. Вот так. Мытье головки 5 рублей. 5 рублей. Слово, как дешево-то, хорошо. Да, и удобно. За последки я не ручаюсь. Масля, скажи, а ты вот когда в бане моешься, ты поешь? Ну, во-первых, в бане... Во-вторых, я в бане не моюсь? Потому что у тебя есть джакузи, правда? Потому что у меня есть джакузи, это правда. И во-вторых, я же рисованная девчонка. Как я пойду с этими голыми бабами там мыться вообще? Ну да, с твоими-то ногами не надо. Вот. Зря, конечно, ты мне напомнил про это, но да, это верно. Ведешь нашу девчонку в комплексы. У Масянички нету волос на ногах. Или до колготки. Которые, наверное, уже остыли. Слушай, дорогая моя, а что случилось с Хренделем? Ничего не случилось, все нормально. Только он в последнее время какой-то... Ну, какой-то никакой-то. Сменила окраску? Слоненый. Нет, не сменила окраску. Как-то отстыл что-то ко мне, или мне кажется, я уж не знаю, блин. Значит, ты его уже не заводишь, да, как раз? Ну как, ну вот ты заводишь меня больше, мужчина. Вот. Ответ верный. Вот. Поэтому я думаю, что после передачки-то мы с тобой... Зажжем. Зажжем. А потом... Поэтому я и спрашиваю, Масянь, залетаешь ли ты. Тебя это как интересует? Тебе не охотно, чтобы это так было? Хочет детей похоже сделать. Или хочешь ты от меня детей? Нет, Прошечкин, я думаю, что дело в том, что вы с Масяней абсолютно разного генетического склада. Поэтому у вас по определению не может быть детей. Ну да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Поэтому, знаешь, это как все... Это как все равно, что бурндучок с крошечкой, понимаешь? Они, они может и могут вместе позабавиться, а детишек может быть. Вот так. Зато сколько удовольствия, да? Сколько? Восемь. Ты узнаешь ее из тысячи по словам, по глазам, по глазам. Восемь удовольствий. Восемь удовольствий. И седьмой лепесток. А что там дальше у нас? Та-да-та-ра-та-ра, та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Слава, я не помню слова. Слава. Как ты не помнишь слова? А глупые люди, соня на блюде едят. Слушайте, а вы собираетесь вообще какой-нибудь альбом новый выпускать или что-нибудь такое? С картинками. А для раскраски? Нет, ну правда, будете записывать, а то разговоры вообще шли, хай-фай там распускают и все такое. Распускают руки. Распускают руки. Распускают руки. Распускают ноги. Потому что пьяная я. Оставляя улыбку. Вот там пьяная я. Я иду по дороге. Ни хуй ничего. Ох уж это шарик у нас. Какой негодяй. Все-таки выдругался. Ты потеряешься часто, Митя? Часто. А что, тебе нравится или... Ты знаешь, я считаю, что... Ну я понимаю, что это не совсем иногда бывает уместно, да? Я думаю, что с тобой это можно. Вот, потому что ты понимаешь. Но дело в том, что эта лексика неотъемлемая часть русского языка. Вот. И, собственно, ну, своеобразная окраска придает. На самом деле это глупость все, Масянь. Вы придумали три каких-то слова, да, надо сказать, что это мат. Нет, ну это есть любая музыка. Мат, да. Мат можно было назвать, там, я не знаю... Мех. Слово мех, это тоже мат. Все, вести это за правило. И все там типа говорили, у тебя меховое пальто, значит, это, говорят, матом, да? Какое-то матовое пальто. Это все это ерунда. Как к этому относиться? Надо другие слова уже вводить. Там все эти, которые... Уже избиты, они уже всем приелись. Будет теперь мать слово канура, к примеру. Или кабура. Кабура, да. Или просто дженра. Да, да, да. Или к милиционеру подходите. Что у вас на поясе? Ой, я не могу сказать, это так неприлично. Это пистолет. А в чем пистолет? В кожаном футляре. А как называется? Ну вот это вот я не скажу. Ой, это звучит устав. ГИБДД, 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 лав. Или галстук. Да, а что у тебя на шее? Что на... О-хо-хо. Не могу сказать. А у меня тебе это еще, между прочим, и на голой шее. Ха-ха-ха. Да, и почему могу и тебе возьмем галстук, а в руки тебе завязать. Да? Да. Измоги. Я не умею жить по-другому. Слушай, а знаешь, у нас есть песня про тебя. Какая? А вот называется Масяня. Да ладно, мне. Да, хочешь я спою? Давай. Давай. Масяня наши хороши, самой красы весны. В нее в деревне младшей все парни влюблены. Но холодна к ним она, Масяня не влюблена, и не горюет у окна. Масяня наша веселее всех, и целый день звенит Масяне смех. Масяня черно-око, Масяня красно-щелка, и не любить Масяню грех. Масяня как березочка стройна, и целый день заработаю она. Масяня все хлопочет, Масяня замуж хочет, и будет верная она жена. Классно, блин. Спасибо. У меня в гостях сегодня была группа Hi-Fi. Мои теперь настоящие крыша уже. Та-ра-на-да. Ну что, пойдемте, мы к нём что-нибудь. Пойдем, у нас вибрид, подися, дни, дни, дни. Пойдем, дураки, пойдем. 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 Пойдем.